Несколько лет назад пассажир авиакомпании Virgin Airlines, назовем его Майкл, опоздал на рейс. Стандартная, казалось бы, ситуация, где обычно авиакомпания разводит руками и советует купить билет на другой рейс. Но Майклу необычайно повезло. Сотрудники Virgin Airlines попросили пилота с другого рейса, чтобы тот немного ускорил прилет, договорились состыковать этот рейс и зарезервировали место для Майкла. После этого шумиха в прессе еще долго не утихала, а компания приобрела репутацию нестандартной и клиентоориентированной. Ну еще бы, ведь ее основатель Ричард Брэнсон сам по себе нестандартный персонаж. Наверняка все слышали историю о том, как он основал Virgin Airlines. Если вкратце, то в ответ на перенос рейса парень нашел в аэропорту свободный самолет, написал объявление Virgin Airlines рейс до Венгерских островов за 39 долларов. Заполнил этот самолет пассажирами и долетел до пункта своего назначения. Это был первый рейс его будущей компании Virgin Atlantic. Если ты, конечно, не клиент компании Virgin Airlines или не сам Ричард Брэнсон, скорее всего опоздания принесут тебе в жизни лишь массу неудобств и недовольных друзей, уставших от бесконечного ожидания. А если зайдешь на социанический форум, тебя там моментально определят в Гюго или Шчирльца. Ну потому что ж только они опаздывают. Или не только. Давайте разбираться. Как зачастую описывают болевую интуицию времени те, кто особо в тему не погружался. Но это когда человек не чувствует время, постоянно опаздывает и плохо запоминает даты. Включаем режим Бэна Шапиро и погнали. Ну, во-первых, белая интуиция, она же интуиция времени, не наделяет человека качествами пунктуальности или мистическим чувствованием времени. Достоверно предсказывать события будущего ни Есенины, ни Бальзаки, ни Джеки не могут. Хоть в сети и гуляют распространенные шуточки о джековской некой такой чуечке, это все не более чем умение видеть общий контекст плюс элементарная аналитика. Если же говорить о пунктуальности, то это всегда комплекс факторов. Кто-то приходит вовремя из-за повышенного чувства ответственности, кто-то овладел навыками тайм-менеджмента, а для кого-то это просто жизненный принцип. К примеру, как мой брат Максим Горький, он не придет на встречу вовремя, если ему только, не знаю, ноги оторвут или случится конец света. Если мы говорим о Гюго и Штирлицах, важно понимать, что именно в их восприятии означает болевая интуиция времени и какие навыки в реальной жизни она за собой влечет. Если проводить параллель с окнами, через которые мы смотрим на мир, то окошко болевой функции самое маленькое и самое тусклое, сквозь него практически ничего не видно. Воспринимать мир и происходящее в нем в разрезе времени, как киноленту из прошлого, настоящего и будущего, для Гюго и Штирлица трудно. Из-за погружения в детали теряется некий общий контекст. Как это происходит на практике? Выхожу я, значит, из дома. Заранее все запланировала. Смотрю перед выходом в зеркало и понимаю, что, о боже, эти замшевые туфли совершенно не сочетаются с кашемировым платьем. Ну не могу же я так в люди выйти. Переодеваю платьишко. А к новому уже сережки не подходят. Они-то из белого золота, а платье-то изумрудного цвета. Снимаю бахилы. Всегда ношу бахилы, чтобы грязь не разносить по дому, пока собираюсь. Переобиваю вместо туфелек ботиночки с застежечкой такой металлической. А время-то идет, и вот уже плюс одно опоздание в карму. Не обращать внимания на все эти деталички Гюго не может, потому что это одна из ее сильнейших линз восприятия. Все эти текстурочки, оттеночки, застежечки неизбежно привлекают внимание сенсорики комфорта. У Штирлица почти та же история, только немного другая специфика. Там к сильной сенсорике комфорта добавляется деловая логика. И на выходе мы получаем человека, способного запланировать и вместить в рабочий день задач больше, чем часов в сутках. Отсюда и шуточки про трудоголизм. Шуточки с долей правды. Болевая интуиция времени не позволяет оценить объем задач в контексте, проанализировать опыт прошлого, а как оно было раньше, подумать наперед. Локальный стиль восприятия круто работает здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас есть 100 задач, вот мы их здесь и сейчас делаем все 100 задач. А если не успеваем, будьте добры, субботники, сверхурочные, шестидневки. Все это соционическая данность, то, что изменить мы не можем. Сенсорики мыслят локально, интуиты контекстуально. На этом область влияния соционики заканчивается и начинается уже личная история каждого. Ведь тот же Штирлиц с болевой интуицией времени может приходить вовремя. Он может делегировать тайм-менеджмент своему помощнику. Для Гюго не составит труда при желании освоить календарь, заметки, будильники и тоже приходить вовремя. Ведь в аэропорт редко кто из нас опаздывает, да? Потому что желание отдохнуть после тяжелого трудового года где-нибудь на Кипре, оно сильное и непреодолимое. Потому ловите мое однозначное и категоричное «нет». Неболевая интуиция времени вынуждает человека опаздывать. Да, среди людей, которые опаздывают, могут быть Гюго и Штирлицы тоже. И снова «нет, не все Гюго и Штирлицы опаздывают». Подобные стереотипы возникают тогда, когда соционику, как сову на глобус, пытаются натянуть на всю личность человека. Объяснит соционика каждый его чих, каждый шаг, каждый поступок, жизненный выбор и каждое опоздание. А человек может просто сидел в окно, засмотрелся, задумался о своем. А вы сразу «Гюго, гюго». И, кстати, давайте проведем в комментариях небольшой соцопрос. Отвечайте на вопросики и нумеруйте свои ответы следующим образом. Вопрос 1. Опаздывал ли ты хотя бы раз в своей жизни? Вопрос 2. С чем было связано или с чем, в принципе, чаще всего связаны твои опоздания? Вопрос 3. Что нужно было сделать в той ситуации, что изменить тогда, чтобы все-таки прийти вовремя? Вопрос 4. В каком году началась Сталинградская битва? И последний вопрос. Укажи свой социотип. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить и будем вместе мочить эти стереотипы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...